Желаю здравия! Вы на канале доктор-реабилитолог. Тема сегодняшнего видео это последние новости медицины. Локдаун, карантин, коронавирус и вакцинация. Эти темы мы разберем сегодня. Индия. Новый антирекорд. За последние сутки плюс 400 тысяч положительных. В целом это будет 19 миллионов положительных людей в Индии. Вторая новость в Индии это прибыла первая партия спутника ВИ в Индию. Албания зарегистрировала у себя эту же российскую вакцину. До этого в ЕС прививали вакциной спутник только в Венгрии. Бразилия. Отказалась покупать российскую вакцину. А это пятая самая большая страна в мире и самая большая страна в Латинской Америке. Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину Модерна в список вакцин, которые рекомендованы к экстренному использованию. РФ. За последние сутки положительных более 9 тысяч. В целом больше 4 миллионов 800 тысяч. Процент привитых в районе 6%. Канада. Отложила использование вакцины от коронавируса от фирмы Procter & Gamble до окончательных исследований. Также в Канаде зарегистрирован первый случай смерти от AstraZeneca. Причина смерти тромбоз женщине 54 года. Украина. Привилась 755 тысяч первой дозой, а второй дозой всего 290 человек. Также в красной зоне карантина 7 областей, Киев уже желтый. Чехия. Двумя дозами уже привилась больше миллиона людей, а первой дозой еще плюс 2 миллиона людей. С понедельника открываются парикмахерские и тому подобные учреждения. Причем, чтобы туда прийти, надо, чтобы у вас был отрицательный тест PCR или антиген против коронавируса. Ну или 2 недели после второй прививки. Все больше детей начнет ходить в школы. Причем это зависит от класса и от края. В некоторых классах будут тестировать раз в неделю, в некоторых будут тестировать 2 раза в неделю. В Праге еще произошел такой неприятный случай. Суд отклонил иск государству по поводу компенсации последствий вакцинации. Имеется в виду, что суд в Праге-2, это суд первой инстанции, отклонил иск родителей пострадавшего ребенка, которому 4 года. Который пострадал от последствий гексовакцины. Гексовакцина это когда было там 6 вакцин против 6 заболеваний. Ребенка парализовала пол лица. Причем, лечащий врач ребенка, детский невролог, считает, что вакцинация является весьма вероятной причиной инвалидности ребенка. Но бывший министр здравоохранения Примола сказал, нет, это неправда, этого не может быть. Но в инструкции к той же вакцине есть написано, что в редких случаях вакцина против гепатита B вызывает порез нерва. Но по мнению судьи, не существует законодательного регулирования, чтобы государство заплатило человеку, который пострадал, за ущерб здоровью, даже если это от обязательных прививок. Согласно агентству Bloomberg, самые безопасные страны по ковиду на первом месте это Сингапур, 20% вакцинированных. На втором месте Новая Зеландия, 2% вакцинированных. Дальше Австралия, Израиль, 57% вакцинированных. И на пятом месте Тайвань, где вакцинированных 0,1%. Штаты на 17-м месте, РФ на 22-м. С положительного. Уже май, тепло. Будем надеяться, что ситуация скоро улучшится. Мы будем за этим следить. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok